МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Курзымское телевидение. Программу «Взгляд из Венсполса. События люди-мнения» в студии Татьяна Саксаганская. Сегодня в нашей программе мы расскажем о том, какая оригинальная выставка, связанная с модой 50-х-80-х годов, откроется на следующей неделе в Венсполском музее. Как идет строительство нового здания Венсполского приморского музея и какими откровениями делились талантливые венсполские музыканты Елена Васева и Сергей Золотов. Оставайтесь с нами. Несмотря на то, что при строительстве нового здания Венсполского приморского музея пришлось поменять строительную кампанию, из-за чего задержалось открытие, строители обещают работу закончить вовремя. Каждый, кто этим летом посещал Венсполский приморский музей, пользовался дополнительным входом, так как центральный вход в музей закрыт. Активный туристический сезон в музее закончился, и сейчас работает только музейный педагог. А на территории около улицы Вассерницы уже четко вырисовывается задумка архитектора. Здесь строится многофункциональное здание, которое заменит старое деревянное строение. Сейчас делают внутренние отделочные работы, проводят коммуникации. Также делают дополнительные работы внешнего фасада. Работают различные бригады и много строителей, чтобы уложиться в сроки. Если внимательно посмотреть, пока не ясен конечный результат. Но это будет корабль, который потерпел крушение и причалил к берегу. Там будет отделка из ржавого металла. Архитектор Иерудзейте. Нам очень повезло с тем, что архитектор проектировал не только здание, но и лодочный домик и запор вокруг музея. Мы разработали единый стиль для всего музея. Новое здание строится на месте предыдущего, и, как утверждает руководство музея, оно будет современным и в то же время впишется в общий вид музея. Здесь будут помещения для экспозиции, для музейно-педагогических программ и мастерские реставраторов. Площадь предыдущего здания музея была такая же, как новый экспозиционный зал. В новом здании самое главное – это хранилище музея. Их будет три. Это основа работы музея и то, чем мы гордимся. Будут не только хранилища, но и два экспозиционных зала. Экспозиция на первом этаже будет рассказывать о традиционной жизни жителей Северной Курзамы в конце 19 века и в начале 20-го. А экспозиция на втором этаже расскажет о природе в Северной Курзаме. Уже сейчас планируют интересную экспозицию. Для реализации проекта привлечены средства Европейского регионального фонда, самоуправления и государства. Общая стоимость проекта составляет более трех миллионов евро. Будут помещения для музейной педагогики. Раньше их очень не хватало. Также будут очень хорошо оборудованные реставрационные мастерски. Мы будем ими гордиться. И, конечно же, будут помещения для работников музея. Мы знаем, что до этого времени они работали в очень плохих помещениях. С утра замерзала вода. Надо было топить печь. Условия совершенно не соответствовали нашему времени. А сейчас я смогу с гордостью обеспечить своим сотрудникам хорошее помещение. Выставка Пиа Юра Сунземес расскажет о повседневной жизни жителей побережья. Будут и разные сюрпризы. Например, фотостена. Многие венспелчане ностальгируют о старом музейном здании. Мы, в свою очередь, часть старого здания перенесли в новое. Это витраж художника «Старый рыбак». Если вы помните, то в старом здании при входе был этот витраж. А в новом здании витраж будет находиться на втором этаже. Планируется, что музей будет открыт для посетителей в начале нового туристического сезона. Несмотря на то, что работы продолжаются, традиционные мероприятия музея проходят. Например, на Рождество мы вновь встретимся на празднике паровозика. Весь мир! На откровенный разговор пригласили зрителей венсполские музыканты Елена Васева и Сергей Золотов, так и назвав свой концерт «Откровение». Название родилось не случайно. Впервые оба музыканта представили на суд публики музыкальные композиции и песни, написанные ими лично. Песни Елена пишет уже давно. Правда, представить их публике решилось не сразу. В какой-то момент я подумала, а почему бы мне не показать кому-либо свои песни? Я показала музыканту, и он сказал, это очень интересно. Я думаю, хорошо, наверное, нужно опубликовать на более широкую массу. И во времена, когда мы все сидели дома, во времена коронавируса, в общем-то, творчески проявлять себя было негде. Я думаю, почему бы мне не снять видео своих песен? Попробовала, рискнула и поняла, что действительно это имеет отклик и действительно людям интересно. Дуэт Сергея и Елены сложился несколько лет назад. Они не раз вдвоем выходили на сцену, но впервые они решили так разоткровенничаться. В какой-то момент он мне звонит и говорит, «Лена, давай еще что-нибудь новенькое придумаем». Я говорю, «Да, можно». «А почему бы нам не сделать концерт своей авторской музыки?» Он, конечно, эту идею подловил, потому что у него тоже много музыкальных композиций, сочиненных им же. Овациями встречали каждую композицию, исполненную Сергеем Золотовым. Все произведения тонко отражали настроение музыкальной темы и переносили то в Париж, то в морскую прогулку или в прогулку под дождем. Сергей сочиняет музыку не только для себя. Он написал треки для фильмов, театральных постановок, пишет аранжировки для вокалистов, сочиняет музыку на чужие стихи. Я сочинять музыку начал лет с 14, поэтому, собственно, я увлекся музыкой. Мне очень нравился процесс аранжировки. С того момента я занимаюсь синтезаторами, мне нравится сам процесс поиска. То есть я всегда начинаю искать какие-то гармонии, подбирать что-то, и это очень творческий процесс. Моему папе всегда говорили, твой, говорит, либо кладоискателем будет, я все время вниз ходил, искал что-то, и все время что-то находил. И когда я занялся музыкой, собственно, для меня и открылся вот такой клад, где я, собственно, и искал, и до сих пор ищу что-то новое, и это очень увлекательный процесс. Главное во время концерта установить контакт со зрителем или слушателем. Выход на сцену не может носить характер монолога, считает Сергей. Эта музыка играет через тебя, ты передаешь эмоции и тексты зрителям, а зритель, в свою очередь, переносит свое видение этой музыки, и как бы существует такой диалог музыканта и зрителя. А когда еще ты являешься композитором, то это уже как бы тройной разговор. Ты передаешь образ, ты исполняешь этот образ, а слушатель, собственно, переживает свои впечатления, потому что у каждого своя история. Мне очень любопытно, как будет реакировать публика. Конечно, волнительно, естественно, потому что ты как будто бы немножко приоткрываешь свою душу на публику. И публика принимала очень тепло, с каждой песней все громче, проявляя свои эмоции. Где дружеских общений, душевность, простота, вам дали забыть, где у нас плавишка, и целая вселенная, которая вокруг меня. 16 ноября в Венсполском музее откроется выставка гардероб Венсполщанок. На выставке будут представлены экспонаты из личных коллекций и фондов Венсполского музея, позволяющие обобщить тенденции моды с 50-го по 80-е годы. Экспозиция будет интересна разным поколениям. Я советую Венсполщанам посмотреть выставку. Это будет своего рода возвращение немного в прошлое столетие. Многие Венсполщане, например, и я, жили в той среде, видели все это, и нам есть что рассказать. Поэтому, отправляясь на выставку, можно взять с собой что-то того времени, что осталось от бабушки, например. И, может, есть возможность оставить свои воспоминания. Это очень ценно. Я бы охотно их использовала для проведения исследовательских работ со школьниками, чтобы они могли исследовать свой род, жизнь тех, кто рядом с ними, представителей старшего поколения, просматривая их альбомы, рассказы, записи. Не обязательно брать личность неизвестного человека. Они могут узнавать о своих знакомых, родных, например, о бабушках, дедушках. Им определенно есть что рассказать. На выставке будут представлены украшения, платья, костюмы, которые носили родители, бабушки, дедушки. Открытие выставки запланировано на 16 ноября в 17.00. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. В ноябре по субботам и воскресеньям в 13.00 научный центр «Визиум» приглашает всех на творческие мастерские на тему мистика. Мистика повсюду. И в природе, и в нашем организме, и в химии, и в физике. Поэтому эти темы мы будем рассматривать на протяжении всего месяца. Каждую субботу и воскресенье в 13.00. Наша цель, чтобы занятия не повторялись. Есть семьи, которые приходят каждый выходной и хотят узнать что-то новое. И наша задача не повторяться. 11 и 12 ноября в мастерской тайны внутреннего мира вы познакомитесь с анатомией человека. 18 и 19 ноября узнаем, какой магией обладает песок. Сделаем кинетический песок своими руками и проверим, может ли песок отталкивать воду. 25 и 26 ноября внимание уделят магии цвета. Новинка этого месяца – научное шоу «Лаборатория транспорта». Через научные эксперименты узнаем о безопасности на дорогах и правила дорожного движения.